У нас еще очень силен вот этот, помните, так его называли, афганский синдром. То есть это те или иные реминесценции, воспоминания по поводу 80-х годов. Безусловно, это время трагическое и для нас, и для афганцев. Это все понимают. Но, с другой стороны, опять же, очень много всего уже накручено, в том числе в результате пропаганды даже тех же последних лет 80-х годов. Когда под вывод советских войск из Афганистана, под общую ситуацию, под так называемую перестройку и потом развал СССР, шла гигантская волна просто клеветы на советские войска и на Советский Союз с точки зрения его участия в Афганистане. Потому что, ну, первое, что мы должны понять, что была сложная геополитическая ситуация. Не надо оправдывать ввод войск, потому что, скорее всего, это была серьезная ошибка. Но это была ошибка не в том плане, что кто-то просто не подумав, принял скороспелые решения. А это была ошибка, вызванная массой факторов. То есть реально была за год до этого революция в Иране и нестабильность. И шаг был свергнут в Иране. Фактически Пакистан усиливал свое влияние на Афганистан. И вполне Афганистан даже мог быть разорван между Ираном и Пакистаном к этому времени. Ну и, наконец, тяжеловесы, прежде всего Соединенные Штаты Америки, еще за несколько месяцев до ввода советских войск в Афганистан, резко усиливали активность и подпитку маджахин. То есть на самом деле это уже был разогретый котел, где, в общем-то, если мы делали ошибку, как Советский Союз, то многие другие страны делали не ошибку, а преступление. Поэтому из этого надо исходить. Потому что это не такая чистенькая, гладенькая ситуация, когда вдруг ни с того, ни с сего кто-то, так сказать, надел сапоги и пошел в войну. Такого не было. Это первый момент. И, безусловно, все те, кто участвовал в тех событиях на советской стороне, это, безусловно, люди, которые служили и родине, отдали свой воинский долг, и в том числе были и гражданские специалисты. И я считаю просто безнравственным вообще какие-то делать отрицательные характеристики участия этих людей. Это просто важно понять. Второй момент. Это то, что все-таки мы просто плохо знаем, что было в те 80-е годы. Потому что когда сегодня часто сравнивают, например, американцы и НАТО в Афганистане, и мы, так сказать, да, вот были та оккупация, эта оккупация и так далее, тому подобное. Но меня лично возмущают такие сопоставления, потому что Советский Союз прежде всего помогал тому революционному Афганистану. Убираем идеологию, плохая идеология, неправильная идеология, гигантское количество ошибок по идеологии, потому что пытались буквально внедрять марксизм-ленинизм в глубокой исламской стране. Но при этом строили инфраструктуры, дороги, ГЭС, заводы, огромное количество помощи оказалось для того, чтобы страна поднималась. Выучили только несколько сот тысяч человек, получивших высшее и среднее специальное образование. Поэтому мы гигантски внесли вклад в развитие страны. И если бы не развал СССР, если бы не свержение режима Наджиба, которым, к сожалению, и мы поучаствовали тем, что уже, соответственно, Русской и Ельцин в ноябре 1991 года стали вести резкие переговоры с моджахедами и фактически подписали приговор режиму Наджиба, который сегодня по опросам радио Кабула большинство живущих в центральной провинции Кабул считают самым лучшим за последние 50 лет. То есть это тоже очень важный момент. Поэтому есть этот синдром, афганский синдром. Очень много наврано на то время, очень много наговорено, и очень мало кто что реально читал, понимал, изучал, тем более архивные материалы, говорил с реальными людьми. И сегодня это, конечно, сильно давит на восприятие Афганистана. Но сегодня совершенно другая ситуация. Сами афганцы говорят, давайте мы зачеркнем то, что было, просто давайте оставим. Мы будем потом разбираться, как-нибудь сидя там, будем вспоминать, кто был плохой, кто хороший, тем более, что очень много афганцев участвовало и вместе с нами, а точнее, это они нас пригласили. То есть это мы вместе с ними участвовали. И гигантское количество населения Афганистана приветствовало этот ввод войск, использовал этот ввод войск, получил на этом карьеру, образование и так далее. Из этого надо исходить. Но афганцы сами говорят, давайте мы это потом будем разбираться. Потому что, вы знаете, мы вот там думали, что что-то, те, кто был, воевал против Советского Союза, говорят, ну было считали очень плохо. Но после того, как в 92-м году режим Наджиба был свергнут, и началась гражданская война между маджахедами, и был уничтожен Кабул, красивейший город вообще всей Азии. Вот я был в Кабуле в октябре, там деревьев нет совсем, город треть развалены полностью, остальное полупобитое, перебитое, непонятно. И поскольку деревьев нет, топлива нет, еще топят какими-то бутылками пластиковыми, там всякой гадостью, и невозможно просто дышать. Это прекраснейший город Кабул, который был самым зеленым городом вообще в Азии. Поэтому это не советские войска, это не режим НДПА во главе с Наджибом, это конкретно маджахеды уже в схватке друг с другом разрушили красивейший город Кабул. Затем пришли талибы, соответственно, был период талибов, и все время идет война. Поэтому говорят, не надо это обсуждать. Давайте мы ни на кого не держим зла, вы не держите на нас зла, потому что и вы тоже, вы пострадали, вы обижены и так далее. Давайте исходить из другого. Нам сейчас нужно строить новые отношения. И мне кажется, ну просто это надо лозунгом написать, и, соответственно, работать под эгидой вот этого лозунга. И самое главное здесь еще стоит в том, что мы, конечно, нужны Афганистану, потому что для Афганистана мы бы сегодня были той стороной, которой не хватает за горло и не требует того, что ей нужно, а может помочь восстановиться Афганистану, как суверенной страной. Но и нам очень много нужно от Афганистана. Нам надо в другом совершенно плане, потому что на самом деле любая наша помощь Афганистану, Афганистану, она требует нашего собственного развития. Вот говорят, что афганцы говорят, давайте нам кадры и технологии. Ну ладно, кадры еще, по крайней мере, какую-то видимость подготовки кадров мы можем создать. А технологии? Какие мы сегодня технологии можем экспортировать? Для того, чтобы экспортировать технологии, мы свои заводы должны поднимать. Мы свои заводы, например, по сельхозтехнике или те же машины, те же УАЗы и так далее, мы должны все это поднимать заново. Поэтому здесь простая очень ситуация. Там есть интересные рынки и перспективные, особенно на 5-7-10 лет вперед. И у нас есть очень плохие технологии, много устаревших технологий, собственная падающая промышленность. Так давайте ее поднимать. И нам нужен Афганистан для того, чтобы мы сами поняли, где мы находимся. Что мы находимся в точке, где проблема заключается не в том, чтобы довальчески что-то кидать Афганистану, кость такую, и помогать ему. А в том, что мы должны свою страну поднимать, что выступит очень мощным фактором развития и Афганистана, и других стран.